Всем привет, на связи IT District и сегодня мы поговорим о самом главном навыке программиста думать как программист, видеть проект как программист и умение программировать. Я вам на практике покажу как это происходит. Я возьму проект андроид приложения для интернет магазина и разложу по полочкам и покажу как понимает программирование андроид разработчик. Будет очень интересно. Если вы хотите получать только актуальную информацию по андроид разработке, то подписывайтесь на канал и включите уведомления, чтобы ничего не пропускать. А мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной, Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, в чем же проблема? Все дело в том, когда вы приходите на курс, то в лучшем случае вас научат отдельным технологиям, которые применяет Android разработчик. То есть вас научат, например, как получать данные из базы данных, использовать различные виджеты, как создавать списки. А в большинстве случаев и этому не научат. И в лучшем случае вы будете иметь весь арсенал инструментов. Но как это соединить в целое? Как применять это на практике? При разработке мобильного приложения. Как понять, что и где применять, это непонятно. И у того, кто только начинает писать свое первое приложение, все это вызывает страх и непонимание. Кстати говоря, на своем курсе Android разработчик за 3 месяца я недавно вел и практический курс, то есть параллельный курс, на котором мы решаем эту проблему на примере разработки конкретного приложения. То есть после окончания моего трехмесячного курса у учеников будет в арсенале свой коммерческий проект. То есть разработанное приложение, которое он сможет показать работодателю, или положить в свое портфолио, или вообще выгодно продать его. Но это я отошел от темы видео. Итак, вас в лучшем случае научат отдельным технологиям, но не научат думать как программист. Вы не сможете видеть свой будущий проект в разрезе разработчика, этому нужно учиться. В этом видео я возьму проект мобильного приложения для магазина одежды и разберу его так, как это должен делать программист. Мы определимся с функционалом и разберем, что и где мы будем использовать. Для начала давайте определимся с функционалом, что должно уметь наше мобильное приложение. Во-первых, нам нужен функционал выбора товара. То есть у нас должен быть каталог с товарами, карточка товаров, список категорий товаров. Во-вторых, нам нужен сам функционал добавления товара в корзину и оформления заказа. Также нам нужны экраны корзины, оформление заказа и благодарности за оформленный заказ. Кроме того, мы должны реализовать функционал рекомендаций сопутствующих товаров и товаров, которые мы рекомендуем к покупке, вместо тех, которые выбрал пользователи. Это апселлы и кросселлы. С основным функционалом мы определили, но также нам нужен функционал добавления и удаления товара из списка избранных, а также добавления и удаления товаров из таблицы сравнений. И под эти все функционалы нам нужны соответствующие экраны. Кроме того, нам нужно разместить экраны с информацией о магазине и контакты. Кроме того, нужны экраны с личным кабинетом и сама страница авторизации. По функционалу мы также определились, у нас получилось вот такое количество экранов. Теперь давайте определимся, как мы будем хранить данные. У нас данные будут храниться на сервере и при загрузке приложения все данные должны попадать в базу данных уже на устройстве. Хорошо, а что такое база данных? База данных представлена в виде таблиц, в которых хранится какая-то информация. База данных состоит из множества таблиц. Давайте рассмотрим на примере товаров и категорий. У нас есть, например, таблица с категориями, состоящая из следующих полей. Индивидуальный идентификатор категории, по которому мы можем обращаться к конкретной категории. Название категории, изображение категории. Кстати, любые изображения базы данных хранятся в виде ссылок на данные изображения на сервере. То есть это обычно ссылка как в сети. Также, возможно, нам нужно будет поле описания категории. Как же выглядит таблица базы данных? У нас есть поля, а в качестве строк выступают вот уже список наших категорий. Например, одежда, обувь, аксессуары. Отлично. А вот наша другая таблица с товарами, у которой есть поля. Айдишник, название, изображение, дополнительные изображения, описание, цена, цена по скидке, категория. И, соответственно, в строках представлены товары, которые размещены в нашей таблице базы данных. Очень важная вещь. Как нам указать привязку товара к категории? Все очень просто. В специальном поле категории в таблице товаров мы указываем индивидуальный идентификатор в поле категории в таблице товары. И берем этот идентификатор из таблицы категорий. Но это так, было небольшое отступление. Итак, какие таблицы базы данных нам нужны на сервере? Это таблица с товарами, таблица с категориями, список зарегистрированных аккаунтов, список совершенных заказов. Если хотите создать мощный маркетинговый инструмент, то также можете разместить таблицы на сервере для избранных товаров, для товаров, которые добавили в сравнение, и для незавершенных заказов. Но мы рассматриваем простое приложение, и поэтому на сервере нам нужны будут только таблицы с товарами, категориями и списком зарегистрированных аккаунтов, и также список совершенных заказов. Теперь нам нужно заполнить таблицы с товарами и категориями товаров. Таблицы с завершенными заказами и зарегистрированными аккаунтами остаются пустыми, так как сюда данные будут попадать только после того, как пользователь либо зарегистрировался, либо сделал заказ. В качестве базы данных на сервере используют MySQL. Для этого вам нужно зарегистрироваться на хостинге и подключить доменное имя и сам хостинг, после чего создать базу данных с именем пользователя и паролем. Этого пользователя. Подсоединить базу данных к доменному имени и создать таблицы базы данных и затем наполнить их. Этому я учу на своем курсе. Отлично, базу данных на хостинге мы сделали. Как я сказал ранее, данные должны попадать из сервера в приложение. Здесь они должны храниться уже в базе данных на устройстве. Этого от нас требует правильная архитектура. Но для того, чтобы выгружать данные из базы данных на сервере, вам нужно будет создавать специальные файлы, в которых на языке PHP нужно будет прописать несколько запросов. Ну, давайте теперь вернемся к нашему приложению, а точнее к базам данных, которые будут хранить данные сами на самом устройстве пользователей. Какие таблицы базы данных должны быть здесь? Также таблицы с товарами, категориями, со списком заказов, но уже конкретного аккаунта. Также нам нужны будут таблицы с избранными товарами, товарами, которые пользователь добавил в сравнение. А также нужна таблица товаров, которые пользователь положил в корзину. Итак, что же у нас должно происходить при загрузке товара в фоновом режиме? У нас должны загружаться все данные из базы данных на сервере в базу данных на устройстве. Причем мы все это делаем в фоновом режиме с помощью WorkManager. Сами данные сервера мы получаем с помощью библиотеки Retrofit и мигрируем все эти данные с базы данных на сервере на устройство. База данных на устройстве представлена в виде прослойки Room, которая позволяет упростить работу с базой данных на устройстве. С базой данных на устройствах Android выступает SQL Lite. Кроме того, нам нужно для реализации такой архитектуры использовать инъекцию зависимости для того, чтобы не инициализировать каждый класс, которые будут участвовать в передаче данных, ну и в миграции в целом. Мы будем использовать Dagger и для того, чтобы получать данные в параллельных потоках с целью максимального ускорения работы приложения и реализации многопоточного программирования, мы будем использовать корутины. Итак, мы должны разбить приложение на слои в соответствии с подходом MVVM. Первый слой. Это слой работы с базой данных. Именно здесь происходит получение данных сервера и последующая миграция базы данных на устройство. Второй слой. Это слой посредник, который будет доставлять данные в третий слой. Третий слой. Это слой презента. Это именно интерфейс нашего приложения. Слой, в котором мы работаем с нашими activity и фрагментами, то есть с экранами. Загрузка данных и реализация функционала происходит в специальных классах ViewModel. А после чего мы записываем данные и выводим результат функционала для конкретного экрана уже в самом классе activity или фрагмента. То есть вся бизнес логика должна быть в классе ViewModel. А в классах activity или фрагментов должна происходить лишь работа с виджетами, размещенными на конкретном экране. Например, мы должны получить список товаров в категории джинсы. В первом слое мы получаем данные из базы данных на сервере и перезаписываем их в соответствующую базу данных на устройстве. Во втором слое доставляем эти все данные в третий слой. А в третьем слое мы получаем эти данные в классе ViewModel. Фильтруем их в соответствии с условиями, например, с учетом конкретной категории товаров, которые хотим получить. То есть отбираем товары определенной категории, то есть джинсы. После чего отправляем в activity, где записываем эти все товары в RecyclerView. То есть виджет усовершенствованного списка. И вот так строится правильная архитектура. Давайте пройдемся теперь по экранам. У нас будут два главных activity. Это аккаунт и каталог с товарами. В activity каталог с товарами мы разместим виджет Bottom Navigation с вкладками Главное, Каталог и Избранное Сравнение. Сверху будет Top Bar, где справа будет иконка перехода в activity аккаунта. На экране главного каталога мы разместим категории в виде RecyclerView с переходом на подкатегории, который также отобразим в виде RecyclerView. Список с товарами также реализуется в виде RecyclerView. Кроме того, экран с карточкой товаров мы можем реализовать как полноценный фрагмент, так и в виде выезжающей панели Bottom Sheet Dialog Фрагмент. Экран с избранными товарами и товарами для сравнения мы также реализуем в виде RecyclerView. В корзине у нас список с товарами будет в виде RecyclerView. Экран аккаунта будет оформлен с вкладками «Активные заказы», «Совершенные заказы» и «Отмененные заказы». Сам список заказов будет реализован в виде RecyclerView. Также на экране оформления заказа мы разместим платежные шлюзы, выбор доставки и прочий специфический элемент. Даница благодарности мы настроим выгрузку информации о заказе в специальные текстовые виджеты. Итак, давайте определим и подведем итог о том, какие технологии мы будем использовать. В качестве основного языка программирования мы будем использовать кодки. В качестве написания запросов на стороне сервера мы будем использовать язык PHP. Для работы с базой данных мы будем использовать на сервере MySQL. На устройстве Room для получения данных с базой данных сервера мы используем Retrofit. Для загрузки этого всего в фоновом режиме мы будем использовать WorkManager. Для авторизации пользователей можно также использовать облачное хранение Firebase. Для создания чистой архитектуры по MVVM мы будем использовать сам подход MVVM, корутины и инъекцию зависимости в виде даггера. Также для обработки данных и их выгрузку в Activity или фрагменты мы будем использовать подход ViewModel SlaveData. Для оформления внешнего вида экранов мы будем использовать библиотеку Material Design. Если вы при планировании своего приложения сможете на этапе подготовки разложить по полочкам что и где будете использовать, то я вас поздравляю, вы программист, а не кодер. Итак, а как развивать весь этот навык? Вы пишете приложение, вам нужно решить какую-то задачу. Для того, чтобы все это разложить, вам нужно задать несколько вопросов. Во-первых, как это реализовать так, чтобы работало? Как это реализовать, чтобы работало быстро? Как это реализовать, чтобы работало правильно со стороны чистой архитектуры? Как это сделать так, чтобы изменения отображались без перезапуска экранов? И на пересечении ответов на все эти вопросы вы найдете правильный вариант. И помните, главное, если в каком-то классе или экране у вас несколько сотен строчек кода, то на 95% скорее всего, что вы что-то сделали не так. Стремитесь разбивать свой код по классам или оптимизировать его так, чтобы в одном классе не было так много кода. А также, если реализация какого-то либо функционала от вас требует огромного количества кода, то подумайте, что вы сделали не так. Пересмотрите свой код. То есть, в каждом случае нужно разбираться подробнее, индивидуально. Но чем больше вы будете писать реально работающее приложение, тем сильнее этот навык будет развиваться. Но тем не менее, на своем курсе я ускоряю это развитие у своих учеников. Этому навыку, к сожалению, не обучают на большинстве курсов, поэтому я решил ввести параллельный курс для всех тех, кто обучается по программе Android Разработчик за 3 месяца. Вы, конечно, можете записаться на курс без участия в трехмесячной программе, но тогда вы должны обладать всеми скилами, которыми я обучаю на этом трехмесячном курсе. Посмотреть трехмесячную программу можно на сайте курса, ссылка в описании к видео. Проще всего записаться на две эти программы одновременно и через три месяца стать профессиональным Android Разработчиком с готовым приложением. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Всем пока.